Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня буду приводить ноги в порядок. Нужно удалить вот такую вот грубую кожу, привести пятки в порядок. Воспользуюсь тем способом, который за весь год мне понравился больше всего. Чаще всего им пользовалась. Мне кажется, он самый быстрый, самый бюджетный и самый эффективный. Первое, что нужно сделать, это распарить кожу стоп. Для этого я беру теплую воду, не нужно брать горячую, и добавляю соды. Добавляю где-то примерно 1-2 столовые ложки и добавляю перекись водорода. Целый бутылек, здесь 100 мл. Опускаю ноги и держу недолго. Перекись водорода хорошо осветляет, кожа благотворно на нее влияет. А вот сода, она, конечно, очень хорошо размягчает кожу, но главное не передержать. Если передержите, то сода размягчит все, и огрубевшую, роговевшую кожу, и живые клетки. И может появиться обратный эффект, то есть кожа начнет сохнуть, появятся дополнительные трещинки. Поэтому, как только кожа начнет скатываться, ноги достаю и приступаю к чистке. Итак, кожа стала мягкой, вот так вот она чистится пальцем. То есть кожа скатывается. Беру пилочку и начинаю вот так вот все счищать. После перекиси очень такой хороший цвет у ног становится. Все вот какие-то сосудистые звездочки, они становятся менее заметны. Сами пяточки становятся розовыми, поэтому обязательно в ванночку для ног добавляю перекись. А мне так нравится больше. Можно вот даже глубокие такие трещинки прочистить. То есть сода хорошо распаривает ноги. Но после такой чистки еще будет крем, который окончательно доделает всю работу. И кожа будет очень даже прилично выглядеть. Пока задача вот все, что здесь накопилось, все это удалить и убрать. Итак, нога полностью обработана. Смотрите, легко подстригаются ногти, они становятся мягкими, я вам сказала. И максимально удалила всю грубую кожу. Вот так вот теперь выглядит стопа. Для примера покажу вам пятку. Только что достала ее из раствора сода плюс перики. Смотрите, как хорошо раствор размягчает. То есть вот такой вот шапкой вся грубая кожа поднялась. И теперь она, конечно, легко будет чиститься. Вот даже покажу вам пальцем. Вот. Все быстренько удаляется. После того, как с ног удалила всю огрубевшую кожу, закрепляю результат. Готовлю следующую мазь. Беру одну столовую ложку глицерина. Глицерин продается в обычных аптеках. И одну столовую ложку нашатырного спирта. Я раньше делала следующим образом. Я покупала бутылек глицерина. Он не полный продается. И доверху заполняла его уксусом. Но уксус очень сильно подсушивает кожу. Мне больше понравилось с нашатырным спиртом. Вот с нашатырным спиртом кожа действительно становится мягкой. И мягкость ее сохраняется долго. Все. Один к одному смешиваю глицерин и нашатырный спирт. И теперь этот раствор втираю в кожу. Очень хорошо заполняются все трещинки на пятках. Вот даже после первого применения результат превосходный. Достаточно так сделать два раза. То есть когда у вас до Нового года остается два дня, за два дня без салонов можно привести ноги в полный порядок. Кожу сделать мягкой, бархатной, без трещин, без натоптышей. Вот смотрите. Вот такой вот хороший результат. Одеваю носочки и на ночь еще один раз делаю. И ножки вот такие вот. Друзья, за год пробовала множество способов по уходу за ногами. Вот этот способ самый лучший, самый быстрый и самый эффективный. Поэтому, друзья, пробуйте. Способ очень хороший, рабочий. Мне понравился.